Друзья, всем огромный привет! Рада видеть вас у себя на канале. Сегодня мы снова поговорим с вами о Польше, о жизни в Польше. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Я снимаю именно такие видео о Польше, о жизни здесь, о бытие в Польше. Не знаю, как еще назвать, в общем. И после просмотра этого видео я обязательно жду вас в комментариях. Сегодня мы с вами поговорим, почему же стоит переезжать именно в Польшу. Знаете, не всегда из наших родных стран мы бежим от плохой жизни. Иногда мы просто хотим чего-то нового, хотим открывать для себя новые какие-то территории, новые страны. Либо иногда наша жизнь на родине не всегда нас устраивает, и мы хотим что-то попробовать новое. И я вам просто скажу, почему именно Польша может быть вашим конечным выбором. Во-первых, для вас это будет большая неожиданность. Если вы ни от кого это никогда не слышали, Польша близко. Как бы там ни было, если вы живете в Украине, то Польша, она находится очень близко. И да, она граничит с Украиной. И не только. Поэтому если вы переживаете, не хотите переезжать куда-то слишком далеко, чтобы, например, вы в любой момент могли вернуться, то я вам рекомендую Польшу. Переезжайте в Польшу, потому что она близко. Это один из плюсов Польши, что вы всегда можете приехать на какие-то большие праздники, приехать в свою семью, например, на Новый год. Вернуться в Украину, отпраздновать Новый год и потом вернуться обратно в Польшу. Потому что, знаете, в Польше очень семейные люди и такие большие праздники, как в основном даже Рождество, которое 24-го числа здесь празднуется. То, чтобы не остаться одни на эти праздники, вы можете просто поехать в Украину, отпраздновать там эти дни и потом вернуться обратно. Следующий пункт – это язык. Язык в Польше очень похож с украинским тоже. Украинский и польский, они очень похожи, но есть очень-очень разные слова. Поэтому будьте аккуратны при изучении польского языка, сверяйтесь с тем, какие слова. У нас есть очень одинаковые слова, об этом у меня даже есть видео на канале и еще будет видео на подобную тему, потому что есть такие слова – обманки. Поэтому обязательно обратите на это внимание. Немаловажным пунктом третьим будет возможность остаться. Как бы там ни было, если вы найдете здесь легальную работу и будете здесь работать легально, то вы сможете оформить карту по быту, которая позволит вам не уезжать здесь, а работать, остаться, работать здесь в Польше, нанять жилье. И, в общем, я вам говорю о том, что Польша более благоприятная страна. Здесь не вставляют палкой в колеса. Вы можете оформить карту по быту и остаться здесь жить. Это огромный плюс Польше. То есть вы можете не только приехать сюда на заработки, но и остаться жить. Ехать ли сюда на заработки, знаете, это такой двоякий вопрос, потому что, да, наверное, стоит отдельное видео даже заснять, потому что Польша, как мне кажется, это чудесная страна для жизни, но не для заработков. Если вы хотите заработать, то, я думаю, вам нужно ехать дальше. А если вы хотите остаться, поменять что-то новое, пожить в другой культуре, потому что, несмотря на то, что наши менталитеты очень похожи с поляками, здесь другая культура. Если вы хотите окунуться в эту культуру, то запрашивай. И, имея работу, у вас есть возможность остаться здесь, перевезти сюда свою семью и строить здесь свою жизнь. Четвертым пунктом я, наверное, назову это обучение. Несмотря на то, что вы можете уже иметь несколько высших образований, да, возможно, вы захотите получить образование здесь, в Польше. И здесь вы можете получить бесплатное образование. Здесь есть такие полицейские школы, которые предоставляют вам несколько специальностей, в которых вы можете выучиться и работать по ним. Знаете, в другой, в чужой стране, не имея нормального места работы, иногда бывает очень даже полезным отучиться здесь, тянуть даже язык в каких-то вопросах, отучиться здесь и работать здесь по специальности. Так что обратите внимание на полицейские школы. Можно здесь выучиться и работать. Так что это огромный плюс, я считаю, потому что они все готовы платить за обучение. Именно вот такая возможность бесплатного образования очень даже кстати. Пятым пунктом я бы, наверное, назвала доступность продуктов. На моем канале очень много есть видео, обзоров разных магазинов на цены, на продукты, на какие-то бытовую технику, бытовую химию. В общем, много разных есть видео. Если вам будет интересно, то переходите по ссылке там внизу, может быть я оставлю, либо где-то вот сбоку, сбоку, сбоку. Вы можете перейти, ознакомиться с какими-то ценами. Но цены, в принципе, достойные и доступные, что немаловажно. Если вы работаете здесь в Польше, то поверьте, что голодный вы не останетесь. И можно питаться здесь как дешевыми продуктами, так и более дорогими. Но сам факт, что вы себе сможете позволить нормально есть мясо, если вы его едите в больших количествах. В общем, вы, в принципе, можете не переживать. Продукты здесь очень доступны по доступным ценам. Если вы будете зарабатывать даже минималку, то на еду вам будет хватать. Дальше, что бы еще хотела сказать. В общем, еда, да, это очень доступно. По-моему, я назвала пять пунктов. Это, я считаю, немаловажные пункты в том, чтобы выбрать именно Польшу для переезда. Польша удивительная страна. И даже я, живя здесь уже почти шесть лет, каждый раз открываю для себя что-то новое. Какие-то вещи, которые я замечала, постоянно открываются по-новому. Это другая культура, как уже я говорила. Это другой мир. Поляки, очень разные люди. Есть разные люди. Есть хорошие, есть плохие, как в любой стране, наверное. Но, вот знаете, общаясь со многими людьми, все равно, как бы там ни было, создается какое-то впечатление о Польше, впечатление о людях. И поскольку мы живем здесь, в Польше, то мы, общаясь с людьми, делаем выводы о вообще стране. Я вам скажу, что Польша есть удивительная страна. Здесь живут в основном очень добрые люди, отзывчивые, хотя они очень и как бы кланистые, как это сказать. То есть они очень любят семейность, они как бы живут такими мини-кланами, да. Сейчас прям громко сказано, но, несмотря на это, они очень отзывчивые. У нас есть очень много знакомых поляков, которые в трудный момент всегда рядом. То есть они очень дружелюбные. Польша, да, удивительная страна, поэтому, если вы планируете и думаете, выбираете, какую страну вам выбрать, я вам назвала вот эти пять пунктов. Вы можете со мной согласиться, может быть, нет. Я жду вас обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И да, наверное, на этом буду с вами прощаться. Спасибо большое, что посмотрели это видео. И увидимся с вами в других. Пока-пока. До встречи в Польше. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok